В 1921 году хрупкая 23-летняя Ада Блэк Джек взошла на борт небольшого корабля, направлявшегося в экспедицию к далёкому Арктическому острову. Она решилась на опаснейшую авантюру, не имея средств для лечения больного сына. Ада была единственной женщиной в группе из четырёх мужчин и единственной, кто выжила. Как удалось неопытной путешественнице не погибнуть в суровых условиях острова Врангеля, лишившись еды и круглосуточно пребывая среди диких хищников? И за что организатор экспедиции травил Аду через прессу после её чудесного спасения? Об этом вы узнаете из этого ролика. Итак. Ада де Лутук родилась 10 мая 1898 года в небольшом селе на Аляске. Её семья принадлежала кенопиатам, эскимосским народам, населяющим континентальный север, питающимся в основном рыбой и дичью, добытой на охоте. Отец Ады умер, когда ей было 8 лет, и мать решила отправить девочку в школу методистов-миссионеров в Ном, крупный город золотодобытчиков. К 16 годам де Лутук умела вести домашнее хозяйство, знала английский, церковные гимны и математику. Но никаких знаний о выживании в дикой природе у девушки не было. Тогда же Ада вышла замуж за погонщика собак по имени Джек Блэк Джек. За несколько лет брака она родила ему троих детей, но выжил только один – Беннет. В 1921 году муж бросил аду с ребёнком, сгинув где-то в снегах. Её сын Беннет болел туберкулёзом, поэтому 23-летняя женщина бралась за любую, даже самую тяжёлую работу. Но средств на лечение мальчика всё равно не хватало. На время четырёхлетнего Беннета пришлось отдать в приют. Но женщина твёрдо пообещала забрать его, как только накопит денег. Тогда же Ада узнала об экспедиции, которая отправляется на остров Врангеля, чтобы создать там колонию. Этот поход был откровенной авантюрой. Экспедицию организовывал канадский полярный исследователь Вильялмур Стефансон, ранее участвовавший в нескольких исследованиях Арктики и даже живший у эскимосов. Стефансон был почему-то уверен, что Заполярье гостеприимное, как Гавайи, и белые люди там легко обживутся, если применят опыт коренных жителей Севера. Чтобы доказать это, он и придумал на пару лет обустроить экспериментальное поселение на необитаемом острове Врангеля. Такова была официальная версия для советской России, чьей территорией считался остров. На самом деле Стефансон решил попросту колонизировать стратегически расположенный кусок земли, чтобы перехватить его у японцев. Те как раз собирались под шумок революционных потрясений занять часть Сибири и Дальнего Востока. Аде Блэк Джек не очень хотелось уезжать от сына на год с лишним, но платить должны были больше, чем она когда-либо получала, по 50 долларов в месяц. Хорошая сумма по тем временам. Плюс к группе должны были присоединиться еще несколько эскимосских мужчин и женщин, и она согласилась. А когда в назначенный день Ада поднялась на борт корабля, оказалось, что кроме нее в команде только четверо неопытных полярников-мужчин. Американец Алан Кроуфорд и канадцы Милтон Галл, Фред Маурер и Лорн Найт. Но отказываться женщине было уже поздно. 9 сентября 1921 года Ада Блэк Джек вместе с четырьмя незнакомыми мужчинами, несколькими ездовыми собаками и кошкой Викторией поднялась на борт корабля Серебряная волна. А 16 сентября участники экспедиции высадились на неприветливые земли острова Врангеля. Они водрузили Фладе Канады и Британии и начали обживаться. Надо было успеть построить жилье и приспособиться к новым условиям до прихода зимы. У них с собой было много оружия, а еды и припасов всего на полгода. Стефансон обещал, что тут полно зверей и дичи. Исследователям предстояло самим добывать пропитание и спокойно продержаться до лета, когда приплывет корабль с подкреплением и свежим запасом продуктов. Поначалу все шло неплохо. Мужчины обустроили стоянку, охотились и исследовали местность. Хотя Ада тосковала по дому и боялась белых медведей, работала она наравне со всеми. Женщина шила мужчинам одежду и готовила еду. В общем, участники экспедиции поддерживали друг друга как могли. Но потом начали происходить непонятные вещи. Сначала Ада стала впадать в ступор, долго сидя без движения. Затем влюбилась в Алана Кроуфорда и захотела, чтобы он на ней женился. Женщина забросила свои обязанности и стала бояться брать кухонный нож в руки. Однажды она чуть не сбежала в горы и пыталась отравиться. Как-то ее пришлось даже привязать к флагштоку, чтобы она себе не навредила. Никто не понимал, что происходит с Адой. Про арктическую истерию тогда знали немногие. Это болезнь, которая часто встречается у живущих по долгу за полярным кругом, особенно у эскимосских женщин. Закончилось все так же внезапно. Однажды она просто проснулась, как ни в чем не бывало, дружелюбная и спокойная. И снова начала готовить, мыть посуду, обрабатывать добытые шкуры и шить одежду. Первую зиму участники экспедиции пережили нормально. Можно сказать, что Арктика их приняла. Пришла весна. Корабль с провизией и людьми в помощь был все ближе. Однако лето прошло и наступила осень. Запасы еды и необходимого снаряжения таяли. Кормиться одной охотой уже не получалось. И никто так и не приехал. В лагере не знали, что Стефансу, но чуть-чуть не хватило времени, чтобы собрать денег и отправить корабль до того, как встанет лед. Судно три недели пробивалось к острову через Торосы, но потерпело неудачу и в сентябре вернулась на Аляску. Потом к ним пыталась добраться канонерская лодка. Тоже неудачно. Однако Стефансон был уверен, что у поселенцев все прекрасно и рассказывал, что они запросто переживут вторую зиму. К январю никто уже не надеялся на спасение. В этот раз Арктика не щадила. Температура опускалась ниже 45 градусов по Цельсию. Найт и Кроуфорд решили идти за помощью через пролив Лонга в Сибирь. Но через две недели вернулись. Найт и свалила цинга. Смертельно опасное последствие нехватки витамина С. 29 января 1923 года Кроуфорд, Маурер и Галл снова ушли через пролив. Их судьба по сей день неизвестна. Найт и Ада Блэк Джек остались. Мужчина уже не вставал и нуждался в постоянном уходе. Морозы достигали минус 56 градусов. И снова Ада могла рассчитывать только на себя. Одна на пустынном острове без нормальной еды бок о бок с самой большой популяцией белых медведей. Малейшая ошибка могла стоить жизни. Ей пришлось освоить всю мужскую работу. Запасать дрова, ставить ловушки, снимать шкуры, ремонтировать жилье, отгонять медведей. Она даже научилась стрелять, хотя всегда до ужаса боялась огнестрельного оружия. Зато теперь смогла охотиться и добывать еду. Ада писала потом в дневнике, что была сразу сиделкой, врачом, служанкой и охотником. Она изо всех сил заботилась о больном, но мужчина уже понимал, что у него немного шансов выжить. От злости и обиды на судьбу он срывался на нее, не задумываясь, что бедняга трудится за пятерых. Так прошло шесть месяцев. В июне 1923 года Найт скончался. Женщина была близка к отчаянию. Она написала завещание, где поручила матери и сестре забрать ее жалование и заботиться о Беннете. Но данное сыну обещание вернуться не позволило Аде сдаться. Она решила бороться за свою жизнь. Тянулись дни. Заканчивалось еще одно лето. 20 августа 1923 года Ада вдруг услышала странный шум. Стефансону удалось таки снарядить еще один корабль со спасательной экспедицией. Но никто не ожидал, что на острове их встретит только маленькая эскимоска и ее кошка. Привычный мир обрушился на аду славой и ликованием. Она была героиней, знаменитостью, женщиной-робинзоном. За ней охотились с камерами и блокнотами. Но такое внимание ее очень пугало и смущало. Да и критики было немало. Мол, плохо ухаживала за Найтом и не сумела спасти. По возвращении домой Ада получила только часть полагающихся денег. Но она удачно продала шкуры зверей, которые добыла на острове. И этого хватило, чтобы забрать сына и отвезти на лечение в Сиэтл. Потом женщина вернулась на Аляску. Вышла еще раз замуж и родила второго сына, Билли. Развелась. Жила очень скромно, почти бедно. Известность ей совсем ничего не принесла. Сыновья рассказывали, что она была самой любящей мамой. Однажды ее назвали храброй. И она ответила, «Храбрость? Ничего об этом не знаю. Но я не теряю надежды, пока жива». Умерла Ада Блэк Джек в 85 лет в нищете. На ее модельном камне написано просто «Героиня экспедиции на остров Врангеля». На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч.